Доброе утро, дорогие ребятки! Я рада снова встрече с вами. И мы начинаем с вами уроки. Первый урок урок русского языка. Итак, мы продолжаем работать по теме глагол. Глагол это часть речи. Мы с вами знаем несколько частей речи, о которых мы более подробно говорили на предыдущих занятиях. А также вы изучали еще в школе. Итак, значит, мы с вами узнали про имя существительное, много всего интересного, про имя прилагательное. Также мы рассмотрели местоимение. А теперь работаем по теме глагол. Но давайте вспомним. Мы с вами узнали, что у имен существительных и имен прилагательных есть начальная форма. Давайте посмотрим на экран. Мы с вами знаем о том, что имя существительное начальная форма отвечает на вопросы «Кто? Что?». То есть это слова именительного падежа единственного числа. У имен прилагательных тоже начальная форма. Это слова, которые отвечают на вопрос «Какой?» Единственное число мужской род. Вспомнили? А как вы думаете, у глагола есть начальная форма? Ну, раз часть речи, давайте же мы с вами убедимся сегодня, есть ли у нас начальная форма имен глаголов. Оказывается, есть. Но называется она немножко по-другому. И тема нашего сегодняшнего урока неопределённая форма глагола. Какое название интересное? Неопределённое. Немножко звучит по-другому. Наверное, оно подсказывает вам что-то. Неопределённое. Неопределённость. Что-то не определяется, наверное. Давайте с вами посмотрим и запомним правило. А что такое неопределённая форма глагола? Нам сегодня предстоит ответить на этот вопрос. Давайте прочитаем правило. Глаголы, которые отвечают на вопросы «Что делать?», «Что сделать?», стоят в неопределённой форме. А неопределённая форма – это начальная форма глагола. Глаголы неопределённой формы оканчиваются на «ти». В таких глаголах, например, «решать», «решить». Заканчиваются на «ти», «нести», «унести». И могут заканчиваться на «чи» с мягким знаком «печь» и «спечь». То есть можем с вами сказать о том, что у глагола тоже есть начальная форма. Называется она неопределённая форма глагола. А почему она неопределённая? Давайте посмотрим ниже. Оказывается, не указывает ни на число. То есть у таких глаголов не определить число. И ни на время глаголов. А тут немножко забежим вперёд. Время глагола, нам предстоит знать, что такое время глагола. Мы пока ещё с вами не знаем. Но мы должны запомнить, что у неопределённой формы не указывать ни на число, ни на время глагола. Самое главное, давайте ещё раз подчеркнём. Обратите внимание на слайд. Значит, неопределённая форма глагола. Это начальная форма глагола. В старших классах вам встретится такое интересное название – инфинитив, что в переводе с латинского – неопределённый. То есть об этом вы будете говорить в старших классах. Но может где-то в каких-то заданиях дополнительных вам встретится слово инфинитив. Знайте, что оно относится к глаголам, к начальной форме. Ну и давайте с вами главное посмотрим, что неопределённая форма глагола, самое главное, что вы должны запомнить, отвечает на вопросы «что делать», «что сделать». И оканчиваются на «ти». «Ти» с буквой «и» и «ч» с мягким знаком. Вот так мы можем среди других глаголов по этим признакам найти глаголы неопределённой формы. Итак, запомните, пожалуйста, что глаголы неопределённой формы, то есть начальная форма глаголов, отвечает на вопросы «что делать», «что сделать». Обязательно выучите это правило. Это очень важно. Итак, давайте потренируемся. Посмотрите на экран. У нас даны слова. От данных слов образуйте глаголы в неопределённой форме. Какие это слова даны? Мысли, обратите внимание, завтрак, обед, ужин. Какая это часть речи? Это имена существительные. Отвечают на вопрос «что». Итак, нам нужно подобрать глаголы «образовать» в неопределённой форме. Вспомним, на какие вопросы отвечают. «Что делать?» «Что сделать?» Давайте возьмём первый вопрос. «Что делать?» «Завтрак». «Что делать?» «Завтракать». «Что делать?» «Обедать». «Ужин». «Что делать?» «Ужинать». Смотрите на экран. Мы с вами образовали глаголы в неопределённой форме, которая отвечает на вопрос «что делать?». Давайте вспомним из предыдущего урока. Какие это слова еще? По-другому. Как их назвать? Это однокоренные, родственные слова, которых один корень. А еще какие это слова? Кто самый внимательный? Все эти слова у нас являются словарными, которые мы должны с вами знать и не допускать в них ошибки. То есть мы запоминаем такие слова. Но еще нам эти слова, последовательный слов «завтрак», «обед» и «ужин» напоминают о распорядке дня. Не забывайте следить за режимом дня и обязательно завтракайте, обедайте и ужин. Не пропускайте ни один из них. Итак, поняли, как определить, как образовать слова-глаголы в неопределённой форме? Для этого нам еще нужно потренироваться. Давайте посмотрим следующее задание. Данные словосочетания. Данные словосочетания замените глаголами в неопределённой форме. Чтобы выполнить это задание, нам надо опять вспомнить, на какие вопросы отвечают глаголы в неопределённой форме. Давайте вспомним. Что делать и что сделать? Сделать. Давайте посмотрим. Оказывать помощь. Что делать? Очищать пол от ссора. Вести наблюдение. Давать совет. Покрываться цветами. Принимать решения. Давайте посмотрим. То есть оказывать помощь. Что делать? Помогать. Очищать пол от ссора. Ссора – это мусор, да? Подметать. Вести наблюдение. Что делать? Наблюдать. Давать совет. Что делать? Советовать. Покрываться цветами. Что делать? Цвести. Принимать решения. Что делать? Решать. Обратите внимание на глаголы. Все они отвечают на вопросы «что делать?» И оканчиваются на «ти». А в слове «цвести» на «ти» с буквой «и». Мы помним, что все эти признаки указывают, что это глаголы неопределённой формы. Итак, давайте посмотрим дальше. Следующее задание. На прошлом уроке мы с вами говорили о синонимах и антонимах. Давайте подберём к данным глаголам синонимы и антонимы. Но так, чтобы эти глаголы были в неопределённой форме. Давайте подумаем. Данные глаголы «бранить». Что значит «бранить», как вы думаете? Бранить – это синонимы сейчас подберёте. Мчаться, веселиться и брать. Давайте посмотрим, как выполнить можно это задание. Кто справился точно так же, тот молодец. Давайте обратим внимание на доску. Итак, глагол «бранить», то есть синоним по-другому сказать «ругать». А антоним «бранить» – «ругать», то есть наоборот – «хвалить». Мчаться – синоним «бежать», а антоним – «стоять». Веселиться – синоним подбираем «радоваться», близкое по значению, а наоборот – антоним «огорчаться». Брать – близкое по значению «взять», а антоним «отдать». То есть все глаголы отвечают на вопросы, опять же, что делать – бронить, что делать – ругать, что делать – хвалить, что делать – мчаться, бежать, стоять, что делать – веселиться, радоваться, огорчаться, что делать – брать, взять, отдать. Мы подобрали к данным глаголам синонимы и антонимы, которые в неопределенной форме, опять обратим внимание на признаки, отвечают на вопрос «что делать» и заканчиваются на «ти». Хорошо, выполним следующее задание. Итак, вчера мы тоже с вами говорили, что такое фразеологизм. И опять же, они у нас встречаются. А вот во фразеологизмах часто встречаются глаголы в неопределенной форме. Давайте посмотрим и заменим фразеологизмы глаголами в неопределенной форме. У вас даны фразеологизмы, они же даны глаголы. Постарайтесь подобрать глаголы. Подумайте. Что значит вешать нос? Что значит витать в облаках, зарубить на носу, держать язык за зубами и клевать носом? Давайте проверим. Вешать нос, то есть унывать, витать в облаках, мечтать, зарубить на носу, запомнить, держать язык за зубами, молчать и клевать носом, засыпать. Вы заметили то, что уже все глаголы распределены строго по порядку и не пришлось даже думать. Итак, посмотрим, что глаголы, которые мы подбирали, тоже в какой форме стоят? В неопределенной. И во фразеологизмах тоже глаголы в неопределенной форме. Как мы это определим? Что нужно сделать? Нужно задать вопрос. Что делать и что сделать? И обращаем внимание на то, что все глаголы в неопределенной форме заканчиваются одинаково. На «ти». При выполнении таких заданий очень важно знать правило. Вы его должны обязательно выучить. Что такое неопределенная форма глагола и на какие вопросы отвечают. И на что заканчивается. Но еще хочется мне уделить время тому, что у вас появится в учебниках встретиться вам новое словарное слово. Это слово «песок». Петя замок строит ловко, Катя торт печет ведерком. Здесь у моря ночесок, всех детей собрал песок. Посмотрите, как пишется это слово. Песок. Ударение на второй слог. Запомните, пожалуйста, что слово «песок» пишется с буквой «е». Это слово с непроверяемой орфограммой. Такие слова нужно запомнить. Это словарные слова. Запишите обязательно его в словарик. Итак, а какое же значение, лексическое значение этого слова? Что такое песок? Давайте посмотрим. Песок – это сыпучие крупинки кварца или твердых минералов. Давайте проведем словарную работу. Посмотрим. Значит, еще раз посмотрим, как это слово пишется и запомним его. Посмотрим его лексическое значение. Песок – это сыпучие крупинки кварца или твердых минералов, а также это пространство, покрытое песком. Мы говорим «кругом песок». А у нас его очень часто можно встретить. Какие слова можно подобрать к слову «песок»? Песочек, песочница, песчинка, песчаный, песочный. Мы видим, что в однокоренных словах идет чередование «песок» и «песоч». Но это все будет корень. Какие формы этого слова? Нет чего – песка, чему – песку, чем – песком и о песке. Мы помним, что форма – это когда слово изменяется, изменяется его окончание. Ну и также можно вспомнить фразеологизм из данного слова. На песке строить. То есть это доказательство неверности чьих-либо слов. Потому что строить на песке, говорят, что построил замок на песке, то есть не очень-то это будет устойчиво. Потому что ветер раздувает песок, вода размывает песок – это неустойчиво. Поэтому, говорят, на песке строить – это то есть неверность чьих-либо слов. Или как песка морского, то есть чего-то очень-очень много. Вот такие с вами фразеологизмы вы узнали с словом «песок». Итак, значит, познакомились мы с вами с новым словарным словом. Итак, ну а возвращаемся к нашей теме, все-таки урока. И давайте подведем итоги. Мы сегодня с вами узнали, что у глаголов тоже есть начальная форма. Начальная форма глагола называется неопределенной формой. Она называет неопределенной, так как по ней нельзя определить ни время, ни число глаголов. Скоро мы с вами узнаем, что такое время глаголов. Что неопределить число, мы давайте вспомним, что такое число. Какие числа бывают? В русском языке есть единственное и множественное число. Если мы возьмем глагол «бежать», что делать «бежать» – это глагол неопределенной формы. Можем ли мы у него определить число, единственное или множественное? Конечно же, нельзя. Поэтому это неопределенная форма. Итак, но еще самое главное, обратим внимание, что глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы «что делать?», «что сделать?». Это самое важное. Запомните, пожалуйста. И что глаголы в неопределенной форме оканчиваются на «ти» с мягким знаком, «ти» с буквой «и» и «ч» с мягким знаком. Выучите, пожалуйста, это правило. Это очень важно. Не забудьте об этом. Чтобы выучить это правило, вы обратитесь к учебнику. Ну а знать его надо для того, чтобы выполнять вот такие задания, как мы сегодня с вами разобрали. Ну и на этом наш урок заканчивается. И подведем итоги того, что мы с вами начали в начале урока. Итак, мы с вами сегодня узнали, что у частей речи есть начальная форма. Вспомнили, что есть начальная форма имен существительных, которые отвечают на вопросы «кто что?», у имен прилагательных начальная форма отвечает на вопрос «глагол». И узнали, что у глагола есть начальная форма. Эти глаголы отвечают на вопросы «что делать?», «что сделать?». На этом урок русской языка подошел к концу. Спасибо за работу. А сейчас я немножко предлагаю вам отдохнуть. Уходим на переменку. Круассаны от красной шапочки Вы только посмотрите, как здесь красиво! Очень красиво! И повсюду аромат духов и свежих булочек. Эти булочки называются круассаны. Любимое лакомство французов. Мы обязательно должны их попробовать. Алло, бабуля, привет! Я заеду к тебе сегодня и принесу особенный подарок. Как интересно, что же это за подарок такой особенный? Терпение, бабушка, терпение! Париж! Париж – это не просто столица Франции. Это музыка для груланов и модников. Вуаля! Теперь мы тоже немного французы. Французы! Хе-хе! Ой! Ой! Простите нас, мы отвлеклись! Пардон, я сама виновата. Бабушка мне всегда говорит, чтобы я не разговаривала по телефону на ходу. Меня зовут Красная Шапочка, а вы кто? Вот так встреча! Я Рената, а это Жужу и Шарик. Мы разыскиваем сказочных героев, которые могли бы помочь нам найти волшебный добрин-пониматель. Ох, друзья, я бы с радостью вам помогла, но очень спешу. У моей бабушки сегодня день рождения, и она собирает гостей в своем загородном домике. А мне нужно еще испечь круассаны для нее. И телефон еще потерялся. Красная Шапочка, а где живет твоя бабушка? Она живет в доме великого французского сказочника Шарля Перо в Булонском лесу. Он написал много сказок, которые любят все дети на свете. Прячемся! Нашла! Я вам покажу фотографии ее дома. Хм, откуда это тут? А, вот. А можно нам тоже пойти в гости к твоей бабушке? Может быть, именно в ее доме мы найдем то, что ищем. Конечно, бабушка всегда рада гостям. Но сначала я должна собрать еще несколько важных ингредиентов для красанов. Мы тебе поможем. Да, только скажи, где нам их искать. Вот, здесь указаны адреса героев французских сказок, которых вам нужно посетить. Они передадут вам необходимые продукты. Но надо поторопиться, чтобы успеть испечь круассаны к обеду. Мы успеем. Вперед! Слышали? Пока они будут печь там свои круассанчики, мы отправимся в дом бабули и найдем там Добрин-пониматель. Отличный план! Как круассан! Рината, а ты уверена, что мы успеем обойти всех сказочных героев до обеда? Да, чтобы успеть посетить их всех, нужны сапоги-скороходы. Тут кто-то сказал про сапоги-скороходы. Курьерская служба «Мальчик с пальчик» к вашим услугам. Чем могу помочь? Нам надо обойти сказочных героев, чтобы собрать необходимые ингредиенты. Нет проблем! Вы обойдите героев в той части города, а я в этой. Так мы быстрее управимся. Испеку я круассаны бабушке любимой. Круассаны парижаной вкус неповторимый. Мой секрет такого плана. Ребята, поиграйте в компоненты круассана. Быстро отгадайте. Давайте попробуем отгадать. Мука нужна пшеничная. Отличная мука. Займусь продуктом лично я. Нужна моя рука. Продукт номер два. Его любит кот. Его любят мазать. Мурм, пятер, брат. Продукт номер три. Он для теста старается. А тесто довольное. Оно поднимается. Четвёртый продукт делает курица. Белые, жёлтые в нём чередуются Продукт номер пять Нельзя проливать За это могут тебя забодать Два белых продукта Друг друга не любят Нельзя много есть их Здоровье погубят До обеда осталось два часа Здесь, в Гранд-Опера Находится последний, самый важный ингредиент Что же это? Пока не знаю Итак, урок математики На уроке математики Вы должны быть очень внимательны Здесь нужно думать, решать, считать И быть предельно внимательны Чтобы не допускать ошибок Итак, ну а начнём мы с вами Как раз таки с устного счёта Проверим, насколько вы внимательны Итак Значит, Маша и Витя решали примеры Давайте посмотрим Кто решил верно? И опять же мы с вами вспоминаем На устном счёте Устные приёмы вычислений Подумайте, пожалуйста Кто из них решил верно Маша или Витя Чтобы ответить на этот вопрос Мы должны вспомнить Как вычислить такое выражение 140 минус 80 Итак, здесь мы применим способ по частям 140 Мы пока вычитаем 40 Это будет 100 От 80 осталось ещё 40 Получилось 60 Значит, кто решил верно? Маша А Витя допустил ошибку Далее А в этом выражении кто решил верно? Опять здесь нам понадобится способ Решение по частям 360 плюс 70 Как мы будем? Заменим 70 суммой 40 и 30 360 плюс 40 Это 400 Да ещё 30 Получается 430 На этот раз правильно решил Витя Посмотрим следующее выражение В данном выражении 160 плюс 220 Давайте вспомним Как вычислить такое выражение Можно по частям так же Пока сложить сотни А потом десятки А можно к первому слагаемому Из второго слагаемого Прибавить сотни А потом десятки Ну давайте посмотрим 160 плюс 200 Это 360 А 360 да ещё 20 Будет 380 Решила правильно Маша Ну и последнее выражение рассмотрим 540 минус 230 Давайте применим другой способ Пока вычислим сотни 540 и 230 500 минус 200 Это будет 300 Запоминаем Затем почитаем Десятки 40 минус 30 10 300 плюс 10 310 И на этот раз Решил правильно Витя То есть видите И вы можете допускать ошибки Или Если вы хорошо запомнили Как устно вычислять Справиться Из ошибок Молодцы Ну и давайте посмотрим Если встретятся нам В задачах Такие выражения В школе 350 мальчиков И 320 девочек Нам нужно узнать Насколько мальчиков больше Чем девочек Для того Чтобы ответить На главный вопрос задачи Мы должны Вспомнить правила И выбрать Какое решение Мы будем выполнять Чтобы узнать Насколько больше Или меньше Надо Из большего Вычесть меньше Значит решение у нас будет 350 Минус 320 Посмотрим на экран Итак Каким же способом Опять же мы выбираем Удобный для нас способ Либо 350 Минус 300 И потом Минус 20 Либо Вычитаем Пока сотни Потом десятки И складываем 300 Минус 300 0 50 Минус 20 30 И там и там Получился ответ 30 Значит На 30 Больше Мальчиков Чем девочек Хорошо Итак На прошлом занятии Мы с вами познакомились С алгоритмом Письменного сложения Давайте еще раз Посмотрим На памятку И вспомним Алгоритм сложения Итак Первое Мы записываем Первое слагаемое Далее Записываем Второе слагаемое И помним Что алгоритм Это строгая Последовательность Помним о том Что записываем Поразрядно Единицы Под единицами Десятки Под десятками Сотни Под сотнями Далее Начинаем Складывать Поразрядно Начинаем С наименьшего С единиц Складываем Единицы Затем Складываем Десятки И складываем Сотни И читаем Ответ Итак А как вы думаете А какая тема Сегодняшнего урока Если вчера Мы с вами Разобрали Алгоритм Сложения А сегодня Значит Мы будем Разбирать Алгоритм Вычитания Конечно же Потому что Мы с вами Знакомимся С письменными Приемами Вычислений И пока Рассматриваем Первые Арифметические Действия Это сложение И вычитание Наиболее легкие Давайте Рассмотрим Выражение Вспомним Алгоритм Сложения Пока Потому что Выполняться Алгоритм Вычитания Будет Аналогично Итак Мы записываем Число Затем Складываем Единицы 7 плюс 5 Будет 12 2 пишем 1 в уме Далее Еще дальше Складываем Десятки 3 плюс 9 Сколько будет? 12 Да еще один в уме 13 3 пишем Под десятками 1 в уме Затем мы складываем Сотни 4 Да еще один в уме 5 Записываем Под сотнями Читаю ответ 437 плюс 95 Получилось 532 Давайте Рассмотрим Дальше Тема нашего урока Алгоритм Вычитания Трехзначных Чисел Значит Вспоминаем Что алгоритм Это строгая Последовательность Смотрим Дальше Рассмотрим Выражение Да ну 637 Минус 273 Мы точно Так же Должны Помнить О том Чтобы надо Записать Правильно Правильно Единицы Под единицами Десятки Под десятками Сотни Под сотнями И начинаем Вычислять Тоже с наименьшего Разряда То есть Единиц Вычитаю Единицы 7 Минус 3 Будет 4 Пишу Под единицами Вычитаю Десятки Из трех Вычесть 7 Нельзя Вспоминаем Что же мы делаем Мы с вами Занимаем У сотен И чтобы Не забыть Мы ставим Точечку Получилось 13 13 Минус 7 Это будет 6 Пишем Под десятками Затем Переходим К сотням Было 6 сотен Мы забрали Одну сотню Получилось И осталось 5 5 Минус 2 Это будет 3 Пишу Под сотнями И читаю Сотни Пишу Под сотнями Ну и читаю Ответ 637 Минус 273 Получилось 364 Смотрим То есть То же самое Как мы Выполняли С вами С двузначными Числами Здесь надо Помнить о том Что если мы Вычитать не можем Нужно Занимать У соседнего Разряда Итак Давайте посмотрим На памятку И алгоритм Учитания Повторим Итак Записываем Уменьшаемые Записываем Под ним Вычитаемые Единицы Под единицами Десятки Под десятками Сотни Под сотнями Затем Вычитаем Единицы Вычитаем Десятки Вычитаем Сотни И читаем Ответ Итак Значит Сегодня Мы с вами Познакомились С алгоритмом Письменного Читания Чтобы более Подробно Посмотреть Обратитесь К учебнику Там Рассмотрена Точно Так же Тема Этого Урока Вам Дан В учебниках Алгоритм Смотрите На него Запоминаете И По образцу Выполняете Задание Которое Даст вам Учитель То есть Самое главное Вы должны Помнить Алгоритм И правильно Записывать Данные Выражения Ну и Когда Мы Вычитаем Если вычитать Не можем Занимаем И Не допускаем Ошибки Потому что Чаще всего При вычитании Ученики Допускают Много Ошибок Будьте Внимательны Выполните Задание И Потренируйтесь Итак Подведем Итоги Урока Сегодня Мы с вами Повторили Какую Тему Повторили Алгоритм Сложения Как решать Примеры С столбиком На Сложение Для Этого Нужно Знать Алгоритм И Строго Последовательно Выполнять Все действия Какую Тему Мы Сегодня Разобрали Сегодня Мы С вами Разобрали Алгоритм Письменного Вычитания Что Для этого Нужно Знать Тоже Нужно Знать Алгоритм Оба Алгоритма Сложения Вычитания Находятся В ваших Учебниках Если Вы Забываете Или Не Помните Открывайте Они Всегда У вас Под Рукой И По Образцу Выполняйте Определенные Задания Значит Для того Чтобы правильно Выполнять Такие Задания Вы Должны Помнить Про Алгоритм И Строго Соблюдать Все действия Не путаться Каждому Каждому Разряда Своего Места И Выполнять По Разряду Все Вычисления Я думаю Что Вы Справитесь Со Всеми Задания Итак На этом Урок Математики Подошел К концу Я думаю Со Всеми Задания Справитесь Без Проблем Я Вам Желаю Хороших Отметок Всего Доброго До Свидания До До новых встреч